Аллилуйя! Слава Богу! Сегодня прямой эфир на Ютубе. Шаббат, шалом! Приветствую всех, братья и сестры, дорогие друзья! В этом прямом эфире благоставляю всех вас и поздравляю с началом субботнего дня. Как сказано в Писании, и был вечер, и было утро, день, ну в данном случае седьмой. Слава Богу! И всех приветствую, и кто подключается сейчас, подключился, и кто будет смотреть потом в записи это. Потому что не все могут быть вот так вот онлайн сегодня. Но с помощью вот Ютуба, этой сохраненной записи, можно будет вот обратиться к вам уже и после того. Я зажег уже свечи шаббата. Сегодня зажигал свечи и молюсь такой молитвой. Благословен Бог наш, давший нам шаббат, субботу, и повелевший зажигать шаббатные эти субботние свечи. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Ну и как, друзья, кедуш, поднимаю, вот, плод виноградной лозы. Сегодня у меня такая прекрасная хала. Вот такая. И плод виноградной лозы. И сегодня хочу вместе с вами поднять бокал и преломить хлеб. Возблагодарив Бога за все, за милость Его, за спасение, за жизнь вечную. Мы поднимаем эту чашу. Сегодня приветствуем мою семью. Также, надеюсь, уже подключились уже. Моя семья. Инна Сергеевна. Моя супруга драгоценная. Детки. Анастасия, Николай, Серафим, Татьяна, Сережа, Инна. Всех приветствую, внук моего Антона, зятя моего Михаила. Всех приветствую, благоставляю именем Господнем. Ваши дома, родных и ближних. И преломляем хлеб сегодня. В благодарности к Богу за этот день. За день Его покоя. В который, Боже, помоги нам войти. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. И давший нам хлеб из земли. Приложив Духом Святым, благостави Господь сегодня. Благостави нас, преломляющий хлеб сегодня. Во имя Ишуа Машеха, Иисуса Христа. Который есть свет к просвещению всех народов. И слава народа своего Израиля. Слава тебе, Господь, за все. Преломляю хлеб. С благодарностью к Господу. Шаббат шалом, Господь. Поздравляю тебя, Бог мой, с этим днем Твоим. Благословен ты, Бог наш, давший нам шаббат. Давший нам покой. Благословен ты, Бог сотворивший этот мир в шесть дней. Весь этот мир, все это сущее. И нас в шестой день сотворивший. И благословивший день седьмой, как день покоя. Благословен ты, Царь наш. Поздравляю тебя, мой Бог и Царь, Бог Авраама, Исаака и Якова. Отец наш, Якова, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и силы и слава во веки. Аминь. Боже, благослови нас сейчас. Благослови наши дома, родных и ближних, наших, Господь, родственников, знакомых, друзей. Благослови, Господь, наши общины, церкви, наши конфессии, динаминации. Боже, благослови весь народ своим миром. Благослови сегодня церковь свою святую. Боже, от восхода до запада. Боже, благослови, Господь, народ своим миром, своим шаломом. Благослови сегодня Израиля. Благослови сегодня возрожденное еврейское государство. Боже, благодарю Тебя за то, что 70 лет назад Ты совершил чудо великое, Господь, планетарного масштаба, возродив еврейское государство. Боже, благодарю Тебя, Господь, что Иерусалим снова столица еврейского государства. Эти знамения свыше от Тебя, Господь, для нашего времени. Для этого последнего времени спасибо, Господи, за все. Благослови, Господь, сегодня Иерусалим. Аминь. Аминь. Благословляем Иерусалим. Благослови сегодня, Господь, Израиль, возрожденное еврейское государство. Боже, Твое геополитическое чудо. Благослови, Господь. Благослови сегодня всех благоставляющих. Великое имя Твое, Боже. Поздравь сегодня всех нас с Шаббатом. Слава Тебе, Господь. Шаббат шалом, мой Бог. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, моя семья. Шаббат шалом, моя жена драгоценная, Инна Сергеевна. Шаббат шалом, мои детки, Анастасия и Николай, Серафим, Татьяна, Сергей и Инна. Шаббат шалом, мои друзья. Шаббат шалом, моя церковь. Шаббат шалом, моя община. Шаббат шалом всех, всем любящим. Господа, шаббат шалом. Споем вместе, давайте споем. Подпевайте, кто подключился уже. Семья моя, друзья мои, подключайтесь. Кто подключился, подпевайте. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Хаббат, шаббат, шаббат. Бог Иегова живой, о да вину, о да вину, о да вину хай, наш отец живой вовеки, о да вину хай, ам Исраэль хай, наш народ живой, народ Израиля живой, потому что наш Бог живой, ам Исраэль хай, ам Исраэль хай, ам Исраэль, ам Исраэль хай. Подпеваем, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom Благословен ты Господь Бог наш Всем шаббат, всем шалом, всем благословений Господних. Дорогие друзья, поздравляю всех с шаббатом, поздравляю всех и благоставляю во имя Господне. Благоставляю свою семью сейчас, благоставляю супругу мою драгоценную Инну Сергеевну, благоставляю детей наших, внука, благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит и ваши семьи, дорогие друзья, пусть Бог благословит по богатой своей милости. И сегодня этим вечером мы вошли, входим, кто-то входит еще, но кто-то уже вошел в Божий покой, в Божий святой покой. Благословений Господних всех вам, сегодня, в этот день, субботний, это завершающий день субботний, последний шаббат, последняя суббота завершающегося месяца Шват. Мы его называем Шват. Главным событием этого месяца является праздник, мы его называем Туби Шват. В полнолунии этого месяца мы праздновали Туби Шват, и так или иначе, весь этот месяц Шват, он озарен, как бы, этим праздником, этим праздником, Новым Годом Деревьев. Благоставляем весь растительный мир во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благоставляем, и пусть Бог благоставит сегодня всех нас, в Библии сравниваемся мы тоже с деревьями, и пусть, как написано в Слове Божьем, праведник он цветет, как пальма, как кедр на Ливане, праведник он, как дерево, посаженное в потоках воды, как написано в Тегелим, в Первом Солме, говорится об этом. Потрясающее сравнение, красивейшее, сильное, сильнейшее сравнение человека с деревом, дерево и человека, человека и дерево. Человек, как дерево, посаженный у потоков вод, это сравнение с праведником, который, лист не вянет его, у него есть это обеспечение, у него есть это орошение, влага, он возле воды растет и приносит плод свой, во время свое, и лист его не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Красивейшее сравнение. Мы тоже, как деревья, да, только ходячие, только в движении находящиеся непрестанным таком. Вот, и очень красивейшее сравнение. И в этом месяце Шват, конечно, благоставляем весь растительный мир, но вспоминаем и о том, что и мы в Библии сравниваемся с деревьями, вообще с растениями. Народы целые сравниваются с растениями, в частности, израиль, с маслиной сравниваются. И Иисус говорил, Иишуа говорил, что собирает листерновника виноград или срепейника смоквы. Нет, говорит, доброе дерево приносит добрые плоды, худое, худые плоды. Наши плоды добры, потому что мы посажены у потоков вод, потому что наша праведность это сам Иисус Христос. И Иишуа Машех, Он наша праведность, Он наша вера, Он наша победа, Он наше исцеление. Он наше обогащение, наше благословение во всех сферах нашей жизни. Возмездие за грех – это смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Жизнь вечная, бесконечная, жизнь счастливая, пресчастливая во Христе Иисусе Господе нашим. Слава великому Богу! Слава и хвала! Благодарю Бога Всемогущего за этот шаббат, наступивший шаббат. Паки и паки, снова и снова поздравляю, поздравляю всех вас. Но на и паче, конечно, поздравляю самого главного и хозяина шаббата, господина шаббата, и главного гостя шаббата, и шуа-машеха, Бога Святого. А здесь вопрос, просто столько информации об этом, о биометрических документах. Я, как бы, никак не отношусь нормально, как бы, то есть, никакого криминала в этом не вижу. Я понимаю, что только, наверное, преступники, наверное, боятся подобных документов, и суеверные, и религиозные некоторые люди тоже боятся, к сожалению, тоже такого. Вот. А на самом деле это, как бы, как бы, то есть, не вижу абсолютно ничего в этом плохого. Вот. Много суеверий всяких. Знаете ли, от... Иисус говорил по этому поводу, по поводу этих паспортов биометрических, можно тоже самое сказать, что Иисус говорил однажды с Адукеем. Можно всевозможным религиозным, знаете ли, мракобесам подобное тоже сказать, что Иисус говорил в 22 главе у Матфея записано «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Действительно, все наши суеверия, страхи порой, знаете ли, от незнания Божьего Слова и от незнания автора самого этого слова, от неимения общения с Богом живым. Вот. Поэтому благоставляю всех суеверных верующих, всех, кто запутался в сетях в этих, благоставляю, да, откроются глаза их, да, помилует Бог всемогущий, и да, освободит от всякого рода суеверий. Да. Но не очень шаббатная тема, правда. Вот. Но, входя в шаббат, я хочу сказать о двух главных вещах. Вот две свечи мы зажигаем, да, на шаббат. И, как бы, две главных темы у нас шаббата всегда. На любом шаббате, конечно, сегодня есть разные темы у нас. Тоже, допустим, месяц шват завершающийся. Но есть две главных темы в любом шаббате, абсолютно в любом шаббате. Это связано со Словом Божьим, с тем, что как раз Бог дал эту заповедь. Де-юре. Де-факто она была всегда, конечно, шаббат был всегда, де-факто. Начинается книги Бытия, сотворение Вселенной. Вот. Но Де-юре, это стало, значит, для нас в 20 главе книги Исход. И вот в Торе, когда говорится заповедь Богом всемогущим, Барухашем, благословенное имя святое, великого Бога нашего, говорится о двух главных причинах шаббата, субботнего дня, господнего дня. Две главные причины Бог называет в Торе. Первая причина, первая свеча, как бы, вот, об этом нам, как бы, напоминает, что весь этот мир создан Богом всемогущим, что этот мир создан действительно Богом Великим и Яговой, Богом Авраама, Исаака, Якова, Творцом неба и земли, всего видимого и невидимого. Он есть Творец. И потому как в шесть дней Он сотворил весь этот мир, и седьмой день Он покоился. Вместе с нашими пращурами, про отцом Адамом и про матерью Евою. Вот, а вторая причина того, что, вот, в Торе говорится, мы празднуем этот Господний Святой, Его День Святой, это то, что Он вывел нас из Египта. Поэтому каждый шаббат, каждая суббота, это как будто бы маленькая Пасха своего рода. Поэтому даже, как бы, шаббатный стол, где-то, как бы, отголосок вот того пасхального седера. Вот, конечно, у нас не маца, а вот, хала, плетенка по-русски. Вот, и у меня сегодня такая красивая хала. Вот, уже отщипнул, уже немного. Вот, плот виноградной лозы. И это, вот, такие главные знаки шаббата. И мы поднимаем бокал, плот виноградной лозы, кедуш, поднимаем барееври хагафэн, в знак того, что это Божье, символ Божьего обеспечения и благословения. И хлеб, ну, как говорится, хлеб всему голова. Но для нас, новозаветных верующих, наипачи, потому что для нас это ассоциация с тем, кто сказал о себе, что он ест хлеб жизни с нашим возлюбленным, сладчайшим Господом Иисусом Христом. Пишет семья Татьяненко о супчик, супчик на плите. Будьте здоровы. Он у меня еще укутан. Я очень люблю, когда готовлюсь к шаббату. Если варю, допустим, сам или борщик, или какой-то супчик, то потом я закутываю вот такими, ну, как бы материями и полотенцами разными. И он у меня настаивается. Вот, где-то часа два, три, четыре, больше бывает, ну, по-разному. Вот, так что, да. А, да, Росудан Гоцеридзе. Да, приветствую. Епископ Росудан. Всем святым Грузии тоже привет. Привет, это с Фейсбука сообщение, с Мессенджера. Слава Богу. Да, приходят сообщения, конечно, и с Мессенджера, и с, значит, там, и с других социальных сетей, разных социальных сетей. Да. Я, наверное, не буду зачитывать вот именно сами сообщения сейчас. Но завтра вечером мы сделаем такое зачитывание. Завтра, сегодня я вечером один вот шабатствую здесь вот вместе со своей семьей через вот... прямую трансляцию. А завтра в студии здесь мы сделаем прямой эфир вместе с нашей... от нашей Киевской архивископии вместе с Диаконом Максимом. Да, благословенный брат, которого будем мы рукополагать в это воскресенье, на служении, на собрании нашем, на литургии божественной. Будем рукополагать уже в Иерея. Диакону Максима в Иерея. В священника Максима. Вот так вот. Он сейчас готовится, эту неделю готовится. Ответственность, конечно, большая, но и благодать преизобилует. Слава Богу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Благоставляю всех братьев, сестер, вот, наипаче вот с Грузии. Сейчас пользуюсь случаем как раз вот через мессенджер, фейсбук, сообщение от Руссудана, епископа Гуссеридзе. Вот, от братьев всех с Грузии. Так что, гамар джоба. Вот, у меня сегодня не грузинский шаббат. Прошлый шаббат был у меня грузинский. Вот, потому что я купил шоти, грузинский хлеб. Вот, и поднимал кедуш и преломлял хлеб, такой грузинский хлеб. Вот, а сегодня у меня вот классический шаббат с халой, еврейской халой, плетенкой. Да, и сегодня благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю паки и паки, снова и снова свою семью, благоставением священников благоставляю, благоставляю благоставением Аароновым, благоставением Каенов. Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светным лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok И любовь Бога Отца и общение Святаго Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, с миром Божьим. Завтра у нас будет такой продолжительный более эфир, вот, вместе с дьяконом Максимом. Ну и входим в шаббат. Мир вашим домам. Шалом. Шалом Алейхе. Да, и конечно же, приветствие ангелам. Приветствую вас, ангелы, ангелы Всевышнего, Божьи посланники. Благоставляю вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Пусть Бог сохранит нас в покое в этом дне наступившем. Наслаждайтесь Божьей радостью, пропитывайтесь Божьей любовью, Божьей радостью, Божьей милостью. И ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Ничто и никто. Абсолютно ничто и никто. Потому что Божья любовь, она превыше всего. Божья любовь превыше нашей религии, превыше нашей традиции, превыше всего сущего. Божья любовь, она воистину неземная. Она сверхъестественна. Она выше всего. Наш Бог благой, настолько Он добр, что по сравнению с Ним, самый добрый из добрейших отцов земных, злой. Вот такой наш добрый небесный Отец. Он благой. Слава тебе, Господь, за все. Благословляю всех вас, дорогие друзья, из города Киева, с нашей Киевской архиепископией. Божьей милостью, Баруха Шем, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам. Благословляю всех вас, возлюбленные, братья и сестры. Пропитывайтесь Божьей Святой Любовью. Пропитывайтесь Божьей Любовью. Подождите еще секундочку, хорошо? Не отключайтесь. Сейчас я кое-что достану, кое-что покажу. Хочу иллюстрацию сделать такую. Я уже раз делал такую иллюстрацию, и мне очень понравилось. Хочу еще раз сделать такую иллюстрацию. Сейчас, сейчас, сейчас. Маленький сюрприз вас ждет. Опа. Кто не видел еще подобного сюрприза, будете удивлены. Так. Здесь у меня небольшой гостиниц есть. Вот. Прекрасный гостиниц. Так. Ага. Дело в том, что отец Алексей заезжал на днях вот давеча. И привез вот банку с огурцами. Ну, он привез еще там соленья некоторые. Но огурцы чудесные. Матушка его, его супруга, Галя, она готовит потрясающе, конечно. Вот. Я огурчики люблю. Но эти огурчики, конечно, знаете ли, редкостные. Я говорю, жалко, вот это все, вот, видео не передает сам аромат. Знаете, вот, ну, это потрясающий запах. Вот. Чесночно такой, как сказать, как назвать его? Чесночно, брррр. Перечный. И всякой травой пахнет еще. Потрясающий запах. Вот еще для камеры тоже покажу. Вот так вот. И вот этот огурец, хочу немного как сюрприз сделать такой небольшой. Этот огурец, это как иллюстрация. Да. И вот шабатние у нас, шабатние огурцы. Вот. Как иллюстрация. Хорошая иллюстрация. Для всех верующих. Вот. Кто слышал уже это сравнение, порадуйтесь еще раз в Господе. Кто не слышал, удивитесь, конечно. Дело в том, что... У меня же слюни текут. Знаете, он такой вкусный. Такие вкусные огурцы вообще. Вот. И прям пропитаны чесноком. Много чеснока положено здесь вообще. Много травы всякой и перца. То есть, ну, действительно, это сказка просто. А не огурцы. Поверьте. Я как бы в огурцах уже знаю, уже толк уже. Вот. И, значит, думаю, вскоре появятся камеры, наверное, которые смогут запах передавать все-таки. Аромат этот. Но, как бы, пока, увы, пока еще нет еще таких камер. Но. Я, значит, по поводу вот этих огурцов. Что хочу сказать. Есть греческое слово «баптизо». Греческое слово «баптизо». Которое, значит, вот, употребляется в Писании, да. Вот. И мы переводим это обычно как «крещение». Баптизо – крещение. Вот есть такое даже слово «баптисты». Баптист. Есть «баптистерий». Вот. Допустим, да. Это бассейн такой, где крещение совершается. Во многих древних храмах, допустим, православных, были баптистерии свои. И вот. Значит. И баптизо. Вот. Иисус сказал, допустим, да. Вот. Что уходя. Что учите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, совершая вот это баптизо во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще Иисус сказал, что кто будет веровать и креститься, спасем будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И дальше у Марка написано, что у веровших будут сопровождать потрясающие по силе свои знамения. Вот так вот, друзья. И дело в том, что баптизо в современном греческом языке означает погружение, окунание. Но не более того. Допустим, например, огурец беру, окунул и достал. Все. С точки зрения современного греческого языка, я совершил баптизо. И это уже баптистский кобыл. Уже баптизо. Но дело в том, что в старом греческом языке баптизо означало именно погрузиться и там и остаться. И просолиться, пропитаться всем этим. И баптизо, это слово раньше, во времена Иисуса Христа, греки, да и до Иисуса Христа еще, до нашей эры, лет за 300 аж, использовали это слово баптизо для описания соления огурцов. Да, не только мы любим огурчики сегодня. Старые греки, древние греки тоже любили огурчики. И всякие овощи они солили. И огурцы были на рынках греческих, эллинских ходовым товаром. Капуста квашеная, соленая капуста. И вот, значит, и солили капусту, и солили вот эти огурцы. И вот для обозначения соленых огурцов, пропитенных уже, уже просоленных, употребляли слово баптизо. То есть, вот сам рассказываю, о своем слюнке текут. Очень вкусно, ароматно и солено. Вот. Ну, сейчас я уже отключу камеру, уже выключу эфир и откушу, да и съем я этот огурец вообще. Вот. Я даже винегрет приготовил, кстати, еще. Вот, значит, кстати, винегрет я даже не солил. Просто у меня была миска соленых огурцов. Поэтому я, когда порезал огурчики, ну, предварительно все там, уже у меня была порезанная картошечка. Значит, там и бурячок, свекла по-русски. Вот, значит, все было порезано уже, приготовлено. Вот. И лук, значит, был порезан уже. И я порезал огурцы соленые эти, перемешал, и все блюдо уже соленое. Весь винегрет соленый уже, вот так вот. То есть, эта соль, она соляет еще вокруг все. Вот так вот. Все блюдо соляет. Вот. Так что, товарищ огурцы, братья и сестры, огурцы и огурчихи, так можно выразиться. Вот. Малосол. Кто из нас любит? Я больше люблю вот такие огурцы уже. Вот. Но есть любители малосола, допустим, да. Есть прям фанаты малосола. Так вот, малосол греки не называли баптизу. Вот. Другое слово употребляли. А вот именно баптизу употребляли для обозначения именно просоленного огурца. Не того огурца, который имеет соль на шкурке своей, как бы, да. А внутри уже имеет соль себя. Недаром же, господа, братья и сестры, в Новом Завете говорится, имейте соль в себе. Не просто на шкурке, да, а внутри себя имейте соль. Вот так вот. Так что, слова Иисуса Христа, конечно, там говорится, значит, и о крещении водном. Безусловно, я не против того. Я сам баптиствую часто. В роли крестителя выступаю часто в ипостасе такой. Хотя это не мое призвание, Бог меня призвал к апостольскому труду проповедовать Евангелие Господне. Но иногда, как и учитель выступаю в такой роли, и как креститель тоже, и в наших церквях, и не только. В гостях тоже крещу иногда народ. С большим удовольствием, при великим удовольствии. И заходя в воду вместе с крещаемым, допустим, я говорю, что верит ли он в Иисуса Христа, как в своего личного Господа, Бога Спасителя. Он говорит, да, верую, исповедую все это. Потом говорю ему, обещает ли он служить, спрашивая его, пред всеми людьми и предангелами, обещает ли он служить Богу доброй совести. Он говорит, да, там, обещаю. И потом я говорю ему, что на основании, и всем присутствующим, что на основании Слова Божьего и твоего исповедания веры, я крещу тебя во имя Иисуса Христа. И дальше я говорю, крещается раб Божий такой, это во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святого Духа, аминь. То есть, я и как креститель тоже выступаю, и очень люблю обряд крещения, таинство, само крещение, люблю очень. Люблю огласительные беседы, подготовительные, как крещение, тоже очень люблю проводить сам. Но, Алеш, надо учитывать, что в словах Слова Христа нисколько говорится о водном крещении, сколько о действительно погружении в Него, в Бога нашего и пропитывании им, Богом. Слова Христа можно сегодня так объяснить современному слушателю, что кто уверует в меня, и погрузится в меня, и пропитается мной, будет спасен. И пусть Бог благословит нас, братья и сестры, пусть Бог благословит всех нас в этой пропитке. И поэтому я говорю, друзья, дамы и господа, братья и сестры, пропитывайтесь Богом Святым, погружайтесь в Него, как вот те огурцы с грядки и в катки, и пропитываются. И задача огурца очень простая, как бы секрет огурца просоленного очень простой, для огурца самого, очень простой. Главное, не дергайся. Попал в банку, туда, в катку воду, да, и пребывай в ней, не высовывайся, держись там и пропитывайся Богом Святым. Так что, да, семья Татьяненко пишет классный пример, да, хороший пример, мне тоже очень понравился пример, так что, вот так вот, огурцы, это сила. Вот, и смачного. Если отец Алексей смотрит сейчас, отец Алексей, Калина, спасибо огромное, вкусно. Аж нам захотелось, да? Да, это вещь. И пусть Господь однажды возьмет нас, как огурчик соленый такой, хрустнет и скажет, баптизо. И ангелы скажут, баптизо, воистину баптизо. Да, кстати, Богдан пишет, брат, что нужен рецепт, это правда. Я как-то раньше не думал об этом. Вот, теперь в последнее время стараюсь какие-то рецепты записывать. Потому что все по-разному готовят. Но есть такие вот, как бы, шедевры кулинарии. Я помню, по поводу, опять-таки, огурцов. Я помню, как, значит, в Нижегородской области гостил я у двух старинных бабушек. Их звали Ульяша и Дуняша. Одну звали Ульяша, другой звали Дуняша. Хорошие бабульки были. Красотульки бабульки. Вот. Они обе были еще аж с 19 века родом были. Вот. В 91 году я был священником уже тогда. Им было уже 93-96 лет. Ну, вот так, по 100 лет. Не 100 лет, но около 100 лет. Далеко за 90. То есть, они обе были родом еще с 19 века. А соседка их была ровесница века. То есть, она была 1900 года. Они ее все девкой звали. Девка. О, девка пришла. Так интересно. Вот. А сами эти бабульки, и Ульяша, и Дуняша, они, в общем-то, ну, в девках засиделись. Так замуж они и не вышли. Так они вместе прожили всю жизнь. Вот. Но бабульки и веселушки такие, знаете ли, вот. И вот у них, да, кстати, они были же еще до революции уже на послушание и монашество. Первый образ они уже принимали монашеский до революции. А потом, значит, там пришли большевики и всех изнасиловали, убили, расстреляли, там, порубили. Страшная история была такая, всех этих монашек. Вот. А эти две девчонки, они спаслись случайно. Вот. Как говорится, его величество случай. Как Чарльз Пердж, он говорил, когда бог напрямую не работает под своим именем, он работает под свидонимом. Его величество случай. А на самом деле это его величество, господи бог, был. Он двух этих девчонок, Иуляшу и Дуняшу уберег тогда. Они как раз накануне пошли в село и там подрабатывали. Что-то они там работали, где-то в поле. Вот. И они поэтому запозднились и поздно возвращались. И вот как бы и пришли уже все были, монашки были мертвы эти. Вот, значит, страшно было. Но они платья свои, они одели крестьянские платья. И так они как бы и стали вроде как крестьянками. Монашки-крестьянки. Крестьяне их сохранили. Они всю жизнь и прожили в селе. Вот. И к чему я о них вспомнил? Старинные бабушки, конечно, были. Но вот такие у них рецепты были. Слушайте, я просто говорю, ну вот я всякие соленья, всякие едал. Я сам родом из Поволжья. Не из Нижегородской области, а чуть ниже по течению Чебоксары. Моя там малая родина. Я там родился. Вот. И знаете, ну вот там в Нижегородской области, тогда Горьковской области, тогда называлась она. Знаете, вот у этих бабулек я, скажу так, жалею, что не записал их рецепты. Потрясающе вкусные. Значит, у них прям на входе, как в дом заходишь, у них там частный дом такой рубленый. Из таких бревен таких, старинных таких. И вот, значит, и как заходишь, такие катки стоят, бочонки, дубовые бочонки такие. И один бочонок дубовый полностью, он с солеными огурцами, с солеными огурцами. Другой соленая там капуста, квашеная капуста там соленая там. И бочонок большой такой бочонок стоял у них там, дубовый тоже. Он полный был соленых этих, значит, грибов. Потрясающей вкусности, конечно. Они там чеснока не жалили тоже, значит, там и перцы, и всего там, и травы, травы всякой. Но настолько вкусно, я удивился, конечно. Тогда, значит, они сами хлеб пекли. Помню сейчас эти ульяши и дуняши. Вот, они там подпевали друг друга, запевают, поют. Так интересно, бабульки такие были, красотульки. Вот, и свой хлеб у них, они в печи пекут, прям это, пекли тогда этот хлеб. Так интересно. Вот, и, значит, миска этих огурцов, миска этих грибочков, там, значит, там капусты. Картошечки немного сварили. Знаете, вкуснее еды и не едал, кажется. Вот так вот. Вот, пусть Бог благостает всех нас во имя Христа Иисуса. Вот, и тех бабулек уже нет. Они уже давно, уже в вечности. Вот, мы еще на земле. Вот, и пусть наш путь земной Господь осияет своим светом, благостовит нас в этом пути, нашим жизненным. Как вот на Кавказе, опять-таки, вот, то, что епископ Росудан Гуссеридзе как раз вот поприветствовал. Значит, там, я как раз вспомнил кавказскую такую, одну из кавказских таких присказок. Вот, тостов, присказок, что когда человек рождается, он плачет, а все смеются, все радуются. Но когда настоящий человек умирает, он радуется, веселится, а все плачут. Пусть Бог благостовит нас. Мы приходим в этот мир одинаково, мы все плачем. Ну, как говорится, поздно плакать. Ты уже родился, ты уже на этой планете. Но дай Боже нам, всем верным Божьим детям, уходя с этой земли, радоваться и веселиться, ликовать. Пусть все плачут вокруг, но нам это радость и веселье. Потому что мы идем к Отцу Нашему Небесному, Сущему на небесах. А вообще-то, по большому счету, хочется, чтобы смертное было поглощено жизнью. На сие Самый и создал нас Бог, и дал нам залог Духа Святого. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Слава Богу! Пусть Бог благостает всех вас. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok